Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос задает аноним, говорит про то, что не очень хорошо чувствует себя в объятии. То есть может обниматься с друзьями и спать рядом в обнимку, но чувствует на что на эмоциональном уровне, выстроила стену и на самом деле не близка. Будто защита. Мозель полностью эмоционально расслабиться и почувствовать себя в безопасности могла. Могла полностью расслабиться и почувствовать себя в безопасности только два раза. И всегда это было с романтическими партнерами. Первый раз это был ее парень, но и там не было настолько спокойно, приятно, тепло и безопасно, как с человеком, с которым она недавно познакомилась. Так хорошо безопасно эмоционально не чувствовала себя никогда. Как почувствовать это самой, без присутствия другого человека? Спрашивает аноним. Она поняла, что это и есть то, чего она хочет. Тепло и безопасности, но не хочу искать это во мне. Очень хороший, мне кажется, запрос. Очень зрелый, очень взрослый. Ну, понимаете, тепло и безопасность это история про что? Безопасность это про личные границы, а тепло это про заботу о себе. Про проявление заботы о себе. Про любовь к себе. И это не связано с тем, что вы должны себя обслуживать, это не связано с тем, что вы должны, там, я не знаю, себя кормить и одевать, да, и прочее. Это связано именно с тем, чтобы заботиться о себе, не привязываясь к каким-то, условно говоря, обязанностям, да. И то, что вам хочется тепла, это отсутствие заботы о себе в должном мире и отсутствие проявления своих чувств. То есть вы свои чувства, скорее всего, как-то вот скрываете. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, скорее всего, ведете себя в сдержанную. И эта сдержанность, она снимается только вот, когда есть другой человек, на которого вы можете переложить, видимо. Ответственность, ну, во себя, да, то есть, как бы, ну, грубо говоря, расслабиться. Почему вы не можете расслабиться сами, потому что не доверяете себе. Вот. Вы себе не доверяете просто. Вопрос о том, как вышло, что вы себе не доверяете, да, кроется в вашей истории, истории вашей жизни. Вашим образом, которое нужно проанализировать. Ну, и учиться жить по-новому, безусловно. Развивать эмоциональный интеллект, заботиться о себе, внимательно к себе повышаться. К чему и как, это уже решается на личной консультации при индивидуальной работе. Вот. Как-то, наверное, так можно сказать. Повторюсь, очень круто и здорово, что вы задаете два вопроса, очень круто и здорово, что вы этого хотите, вот то, о чем вы пишете. Вот. Вот, очень здорово, это вызывает уважение и восхищение, в первую очередь. Вот. Вам, раз вы познакомились с человеком, который вам это дает, да, да, вам нужно внимательно присмотреться к тому, что происходит. Когда вы оказываетесь в этом состоянии, да, вот, в состоянии защищенности, в состоянии, там, спокойствия, вот, что происходит? Конкретно с вами, что происходит, да, то есть, как? Как это все формируется, вот. Ну, потому что, это же у каждого человека по-своему формируется. И нельзя сказать, что у всех это работает одинаково. Поэтому у вас есть твоя какая-то история, да? У другого человека твоя. И мне кажется, что, мне кажется, что очень круто и очень здорово было бы, если бы вы на это просто, вот, обратили бы внимание, да, более, так скажем, пристально, чем сейчас вы это делаете. Ну, как бы, вот, потому что, сейчас это все, ну, звучит, я бы сказал, знаете, как, такие общие слова, скажем так. Вот, это не хорошо, не плохо, это просто, вот, ну, на данном этапе больше вы не можете, на данном этапе. А наша задача, как раз, заключается в том, чтобы вы могли больше, чтобы вы могли больше. Наша задача, как раз, заключается в том, чтобы вы, ну, больше, скажем так, к себе прислушивались. Как раз, чтобы вы больше развивали к себе внимание. Вот, это наша задача, ну, по крайней мере. Я, по крайней мере, вижу, ну, нашу задачу именно вот, такой, скажем так, да? Вот, ну, ну, вот, в этом, в этом, в этом смысле, в этом смысле. Вот. Так что, вы большая молодец, вы делаете первые шаги, это очень здорово и круто, но, это именно что, первые шаги, и, соответственно, вам предстоит. Определенная работа, вам предстоит определенный путь, который, ну, вот, по которому вы, по которому вам нужно будет пройти, да? Вот, если вы хотите решить свои трудности, которые у вас, вот, есть, да, которые у вас имеют место быть. И, соответственно, уже, дальше, как-то, может быть, может быть, вам помогать, более, целенаправленно, что ли. Это решать, конечно, вам исключительно, вот, но я надеюсь, что вы меня услышите, в этом смысле. На этом все, я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, это, вот, позволит начать работу над собой, да, позволит вам, как-то, вот, продвинуться в этом смысле вперед. Вот, вот, и, собственно, действительно, ну, как-то, вот, получить, получить автономию, ну, то есть, да, вот, получить, 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 собственную автономию, вот. Который сейчас у вас, вот, я так, я так понял, да, что, ну, нет, в той мере, в какой вы хотите. Ну, само по себе это не так страшно, потому что у вас достаточно высокий, получается, уровень осознанности, да, и я не думаю, что это критично. То есть, вы понимаете, ну, такие вот, я бы сказал, базовые, ключевые вещи, вы понимаете, это, это, в принципе, стоит многого, вот. Я так, по крайней мере, считаю, вот, поэтому, в этом смысле, вы большая молодец. Вот, обращайтесь за помощью, будем рады вам помочь, будем рады вас поддержать. На пути к решению трудностей ваших, вот, и, соответственно, я уверен, что все получится, я уверен, что вы все сможете, и я уверен, что в этом смысле все будет хорошо у вас, вот, и даже не сомневаться. Теперь осталось предоставить сомневаться в этом вам, выбрать себе психолога, да, которому вы доверитесь, и начать с ним движение в тех направлениях, в которых вы хотите, вот. Мне кажется, вряд ли, вряд ли есть, ну, какое-то принципиально другое решение в данном, данном, ну, в данном случае. Я бы так вам ответил. Я буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, вот это, позволит вам начать работу над собой, опрятная связь нужна, в первую очередь, вам, для формирования базовых постелапов, базовых направлений для психотерапии, вот, и из которых уже потом, впоследствии будет выстраиваться стратегия решения ваших проблем, ваших проблем, вот. Я вам желаю всего самого доброго и удачи, в любом случае вас ждет успех, потому что вопросы вы задаете очень хорошие, вот. Вы просто можете выбрать, как долго вы будете к этому идти. Всего самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok